Доброе утро. Ну что, дождались мы наши замечательные пионы. Прямая поставочка. Сейчас будем открывать, смотреть. Мы все этого ждали. Всем доброго дня. На днях к нам пришла поставка новая пиончиков. Много-много вот такой красоты. Сейчас мы подробно их просмотрим. Травянистый пион кораллового цвета. Коралл шарм. Такой большой-большой корень. Все корешки здоровые, мощные. По 3-5 точек роста. Вот такие жирнючие корешочки у нас. Вот такой пинг коралл габайн. Тоже пиончик кораллового цвета. Но в отличие от предыдущего коралл шарм, немножко оттенок другой, немножко зеленцой. Тоже 2-3 почки роста. На самом деле намного больше. Так, следующий коронистый красавчик. Это сорбет. Вот такой он красивый. Соцветия до 17 сантиметров. 2-3 почки роста. Вот такой мощный корешочек. Так, следующий. Дабл, реддабл. 3-5 почек. Это красный пион. Очень большой. В диаметре. Соцветия очень большой в диаметре. Как видите, корешочки мощные. Очень много точек роста. Реддабл. Так, еще один коралловый красавец. Это Коралл Сансет. 2-3 почки роста. Корень большой, мощный. Вот такой вот. Хорошко. Липпом бьюти. Бордовый травянистый пион. Тоже корень. Высотой, наверное, с 2 ладони. Много почек роста. Хороший пиончик. Так, и еще один травянистый пион. Это Green Hollow. Зеленый. Зеленый-желто-белый пион. Тоже шапка очень большая. У него где-то в районе 20 сантиметров. И идет 2-3 почки роста. Ну, на самом деле, намного больше. Такой большой, тоже мощный корешочек. Все здоровые корешки. Так, и немножко рассмотрим. Из это гибридов. Это у нас идет Yellow Crown. 2-3 почки. Тут же желтый это гибрид. И Барзелла. Ваш любимый пиончик Барзелла теперь в наличии. Время цветения у это гибридов намного позже, чем у травянистых. Это где-то июнь, июль. Высотой где-то около метра. Точно так же. 2-3 почки, но на самом деле намного больше. Корешки все здоровые, мощные. Вот такой небольшой обзорчик по нашим новым пиончикам. Цены, фотографии можно будет посмотреть к описанию, к посту. Заказ принимаем в директ. Хорошего дня. До свидания. Покажу еще один сорт. Сорт называется Hot Chocolate. Немножечко уже другое строение, корневой. Видите, они немножечко поменьше. Вот такие почечки. По прайсу идут они 2-3 почки. Здесь значительно больше. Это новые сорта. И вот самое интересное, у меня все время спрашивают, а можно ли сажать весной. Да, конечно. Вот даже при транспортировке у них, видите, уже начали образовываться новые молодые крышки. Вот видите, такие маленькие. Вот здесь тоже. Готово. Готово. Просто цветение, конечно, первый год лучше исключить, бутончики оборвать. Но такие красавчики мы отправляем. Хорошие тоже сейчас. Марганцовочки полежали. Свеженькие, чистенькие. Сейчас отправятся в контейнер. Разница по сортам можно. Видите, визуально определять абсолютно разные корневещи. Настроение прям видно. Добрый день. Что мы делаем при посадке пионов. Сейчас как раз эта тема актуальна. Наши пиончики отправлены в посылочках. И скоро будут у наших покупателей. Но мы все равно еще продолжаем отправку. И вот некоторые пионы у нас были закуплены на посадку. Для контейнерных культур. В плане того, чтобы летом можно было делать высадку. Чтобы дизайнеры могли использовать в своих посадках. Не только дизайнеры. Покупатели. Что я делаю перед тем, как их законтейнировать. Обязательно замачиваю на некоторое время в растворе марганцовки. Оно уже немножечко посветлило. А так делаю малинового цвета. Полностью погружаю пиончики в марганцовку. И они там минут 20-30 находятся. Чтобы не перепутаться рта. Видите, какие красавчики. Они там немножечко дезинфицируются. Дальше я их вынимаю. И потом уже буду сажать или на постоянное место. Или в контейнер. Все спрашивают, на какую глубину их сажать. Вот подобрала два варианта. То есть некоторые идут с почками прямо от самого главного корня. От такого основного. То есть мы расчет делаем от вот этого основного корня, где начинаются почки. По заглублению я делаю на 5-7 сантиметров. Вот именно от этого места. Если у вас растения вот с такой веточкой и почки здесь начинаются. Все равно я беру заглубление отсюда. И считаю, ну уже беру не 5 сантиметров, а 7. То есть чтобы практически все оказались в земле. Тогда у них развиваются еще корешки. И растения становятся более крепкими. Соответственно вы в посадочную яму расправляете корешки. Никаких завертываний, загнутий не должно быть. То есть если вот 25-30 сантиметров у него глубина. На ту же глубину и копаете яму посадочную. Даже чуть больше для того, чтобы корень без всяких стеснений поместился. Может быть и вот такой горизонтальный вариант. Ну значит глубина тоже 25-30 сантиметров. По ширине в любом случае 25-30 может быть даже и больше сантиметров. И закладываем хороший грунт. То есть как сажаем плодовое дерево, только в меньших масштабах. Пионы не любят замокания. Пионы любят хорошую плодородную почву. Вот такие красавчики. Эта позиция у нас идет в продаже с двумя-тремя почками. Представляете какая красота. Все, на связи. Продолжаю снимать полезные советы. Продолжение следует... Продолжение следует...